Всем привет, дамы и господа, находитесь на канале Типраша. И сегодня мы с вами идем на первую грибалку сезона 2024. Вон в тот березовый лес. Я сегодня утром туда уже ходил, закрывал сезон сбора березового сока. Все семь баночек собрал. Березы, которые еще чуть-чуть сочились, залепил глины и отверстия. Ну, сока практически не было, так меньше полстаканчика себе попить. Так что сезон продлился неделю, как это обычно и бывает. Можно было конечно пораньше уйти. Я 14 апреля вышел, с седьмого я выходил, сока еще не было. Сока движения точнее. Ну и сока соответственно. А 14 апреля он уже шел вовсю. Ну как вовсю, он нарастал где-то 15-16 апреля больше всего было. Удавалось иногда за день 3 баночки набирать по 0,7. А так обычно 1,5-2 банки. Но тем не менее, как я и рассчитывал, минимум 5 литров я набрал, а скорее всего даже и 7-8. Половину выпил, половину заморозил в пакетиках. Лежат в морозилке. Буду постепенно размораживать и пить. Думаю, мне до конца майских праздников хватит этого сока. Чувствую себя нормально. Видимо, там все-таки какая-то польза есть, какие-то витамины. Да, так вот, утром я ходил в этот лес и обнаружил грибы. Тогда я еще не знал, что это за грибы. Предположил, что это или строчки или сморчки. Вот, вернулся домой. Посмотрел в интернете несколько видосиков. Кое-чего почитал и понял однозначно, это, ребята, так называемый строчок гигантский. То есть вполне себе съедобный гриб. Его даже отваривать не надо. Есть еще другой строчок. Строчок обыкновенный. Он же строчок съедобный называется. Хотя он вот как раз и малосъедобный. Он может быть очень даже ядовит. Особенно в европейской части России на юге. Там, где теплый климат. Нам бояться нечего. У нас климат суровый. Зимой по 40 градусов были морозы. Это зимой. Соседнее село. В общем, нашел я несколько строчков. Строчок гигантский. Он вполне съедобный. Я его буду собирать. Сморчки тоже съедобные. Но сморчков я не видел. А вот строчок обыкновенный, который называется почему-то строчком съедобным, на самом деле, как я уже говорю, в западной части России и на юге России, может быть очень даже ядовитым. Там какой-то токсин, то ли гирвитин, пирвитин. Не запомнил я. Компонент, короче, ракетного топлива так же называется, по-моему. Так вот, он очень даже ядовит. В западных и южных частях России. А уж туда западнее больше вообще его считается сильно ядовитым грибом. Вот тут у нас цветочки уже пошли, слава богу. А я еще все, все еще пчел не купил и улья. Сегодня вечером посмотрю цены. Надо уже на следующей неделе заказывать. Улья искать, где пчел купить. Вот тут я и нашел свой первый строчок. Первые весенние грибы. Первая грибная охота сезона 2024. Вот первый строчок.